В 2001 году китайское правительство опубликовало программу охраны китайской народной культуры. А в 2023 году эта программа по инициативе Китайского союза работников литературы и искусства была заменена на программу охраны нематериального культурного наследия. Это означает охрану китайской народной культуры и народных обычаев. Процесс охраны культурного наследия идет полным ходом во всех аспектах. Все наследие было разделено на 10 больших категорий, таких как народная музыка, народные танцы, народное изобразительное искусство, народные промыслы, народная медицина, традиционный спорт, традиционные забавы, народный театр и драма, народная литература, обычаи и нравы. Всего 10 больших категорий. В частности, народные обычаи выделены в отдельную категорию, будучи частью нематериального культурного наследия. Народные обычаи рассматриваются государством как одна из важных частей всей охраны нематериального культурного наследия Китая, поэтому они идут в отдельной категории. Какие же обычаи сюда входят? Это и разнообразные народные танцы Янгэ, и народные верования, и обряды, бытующие в народе, обряды на рождение, погребальные обряды, обряды, связанные с ритуалами взросления и одеждой. Все это относится к сфере охраны нематериального культурного наследия. Все это четко расписано. Кроме 10 категорий, предусмотрено еще 4 уровня. Нематериальное наследие государственного, провинциального, городского и районного уровней. Это сделано для того, чтобы объединить и защитить все нематериальное культурное наследие Китая. Китай – рекордсмен по включению объектов своей культуры в мировой список нематериального культурного наследия. На сегодняшний день это порядка 40 объектов, что само по себе говорит о влиянии китайской культуры, а также о ее важном месте в мире. Лидер Китая Си Цзиньпин отмечал, что лучшие традиции китайской культуры обладают духовными принципами, гуманистическим духом, нормами морали и нравственности. Это не только главная менталитета и духовности китайского народа, но и важные ценности, способные разрешить проблемы всего человечества. Председатель Китайской Народной Республики подчеркивал, что в процессе развития Китая необходимо наследовать лучшие традиции китайской культуры, которые придадут китайскую мудрость продвижению глобального сообщества единой фельдбы и созданию новой архитектоники человеческой цивилизации. Субтитры создавал DimaTorzok